Привет! Я все переделала. У этого видео был не самый удачный предшественник, в котором не было абсолютно ничего примечательного, кроме непосредственного места съемки. Добро пожаловать в кладовку. Подразумевалось оформить эту записку из моего дневника как некое пояснение ко всему тому, что будет происходить дальше. Хотелось мне обернуть банальный разбор хлама в некий рассказ с предысторией, коим он в общем-то и являлся, но вышло сплошное недоразумение. Поэтому еще раз пересмотрев чиновой вариант, я провела работу над ошибками и сделала для себя несколько выводов. Во-первых, мне категорически не стоит снимать себя с подобных ракурсов. Это тема для отдельного разговора, но если без подробностей, то работа над собой ведется. Тем не менее, мне пока еще весьма трудно дается смотреть на себя в кадре в динамике, поэтому я, пожалуй, отсяду вот сюда. Надеюсь, ты не против. Ладно, окей, это эксперимент, поэтому, пожалуй, его продолжим. Номер два. Сценарий. Трудно сказать, откуда в моей голове зародилась мысль, будто бы я мастер лихо травить истории без подготовки. Довольно было всего двух роликов для того, чтобы осознать поражение в области ораторского искусства и уныло отправиться писать сценарий. Блять, ну почему, ну почему, почему? Итак, мы с тобой выяснили, что я персонаж дальнего боя с долгими кд на каст заклинаний. Других пока не завезли, поэтому будем работать с тем, что есть. Знаешь, мне очень нравится вот эта аналогия с играми. Сразу по нескольким причинам думать так обо всем, что происходит вокруг, значительно облегчает несуществование и помогает как будто бы абстрагироваться, не обращая внимания на всякие неудачи. Как говорится, дальше будет только хуже. Плюс довольно сильно меняется отношение к выполнению всяких обязательных задач, если перенести это в мир стратегии в режиме реального времени. Короче, такой бред. Раньше в пору плотного увлечения дотой 2 я имела странную привычку оценивать поступки и анализировать окружающих с точки зрения их потенциально возможной игровой роли в битве 5 на 5. Вот я, например, классическая четверка. Что-то между саппортом и игроком, который при случае может навести шороху на карте. Однако, как мидер, готовый с первых минут игры взять на себя груз ответственности или кэрри, который в лейте затащит всю катку, я абсолютно бесполезна. Поэтому все, что мне остается, это смириться. И я смиряюсь вот таким вот способом. В таком ключе, трезво оценив свои возможности, у тебя есть уникальный шанс правильно собраться и выиграть эту игру, вместо того, чтобы пихать на кристаллку дезолятор и криты. В этом же году из аналов памяти была извлечена другая игра, зацепившая мою биографию еще в 2008-2010 годах. Perfect World или Идеальный мир. Онлайновая, многопользовательская, отвратительно донатная зальпуха. Ну и вот практически за месяц плотной игры уже в 2023 году я и тут сумела извлечь для себя определенную пользу. В один из дней, глубоко после обеда, я обнаружила себя посреди смятых нестиранных простыней в окружении крошек и пустых пластиковых бутылок из-под воды. При этом я плотно сжимала в руках сразу два девайса, айфон и айпед. Все это для прокачки сразу двух персонажей одновременно для того, чтобы с большей легкостью проходить данжи и не ждать подходящего героя в пати. И в этот момент я задала себе сразу два вопроса. Какого хера и что теперь с этим делать? Наверное, в этом есть что-то не очень хорошее. Быстрый дофамин и чувство удовлетворения, которые поступали в мой мозг от выполнения всяческих квестов, подсказали мне, что я легко могу перенести эту концепцию в реальную жизнь. И получать практически столько же удовольствия здесь, а в качестве бонуса выполненный список дел и сдвиг с мертвой точки хоть в какую-нибудь сторону. Разумеется, звучит слабовато. Для человека, привыкшего к спецэффектам по ту сторону экрана, безусловно, требуется дополнительная стимуляция. Мне отчаянно хотелось продолжать брать задания во всплывающем окне, ставить галочки по факту их выполнения, а после получать бафы, бонусный шмот и, конечно же, голду. Я нормальная. По такому случаю было решено отыскать какое-нибудь приложение, элементарный планировщик дел для симуляции окна выбора квестов для персонажа. Я сделала пару записей, но этого оказалось недостаточно. Поразмыслив над тем, что очки полученного опыта надо будет куда-то распределять, я решила озадачиться идеей составления некой схемы прокачки персонажа. У обычных людей это называется расстановкой приоритетов по жизни. Здесь имеет смысл ответить на вопросы, чего я конкретно хочу в лейте, принимая во внимание мои базовые статы персонажа на четвертой позиции. Поэтому это, конечно, все сложно. Замахиваться на что-то грандиозное, в общем-то, нет смысла. И не только потому, что у меня как будто бы нет интеллектуальных или физических показателей для этого, но еще и банально потому, что я себя не до конца изучила. Сделать вывод о том, как и куда я имею возможность двигаться, можно только после совершения пробного забега. Собственно, это одна из причин, по которой на канале появляются довольно разношерстные ролики. Я натурально дурею. Это вообще не моя история. Я как слепой шарик в темноте пытаюсь наткнуться на что-нибудь стоящее. Прислушиваюсь к шорохам, принюхиваюсь к запахам, чтобы в дальнейшем обеспечить для себя максимально комфортную обстановку для съемки роликов и дальнейшей творческой деятельности, если она вообще будет. Но для этого потребуется время и практика. Итак, примерно расположив свои потребности на ступенях от самого низкого к самому высокому, я решила приступить к работе над элементарным бытовым аспектом. Насколько часто ты замечаешь за собой потребность к каким-нибудь дурацким приобретениям? Я такой склонностью не страдаю, однако в моменты помутнения рассудка нет-нет, да могу спустить кругленькую сумму на какую-нибудь ерунду, которая после осядет где-нибудь на дальней полке моей гардеробной. Короче говоря, мне надо к этому привыкнуть. Как я люблю подмечать, это все результат навязанного нам поведения из кино или каких-нибудь мемов а-ля Если тебе грустно, прикупи себе какую-нибудь фигню и станет полегче. На что я трачу деньги, ведь я их зарабатываю? Если посчитать 400 долларов за пару, сколько у тебя таких пар? 50? Прекрати. 100? Что в этом такое? 400 умножить на 100, вот и получается стоимость твоей квартиры. Это всего 4 тысячи? Нет, это 40 тысяч. Я потратила 40 тысяч долларов на туфли, и мне негде жить. В ряде случаев полегче действительно становится, но зачастую это не что иное, как выстрел в ногу собственному бюджету. Таким образом, дабы избежать лишних расходов, я решила составить для себя четкий список самого необходимого в моем гардеробе, включая цветовую гамму, и организовать его так, чтобы он облегчал мою жизнь, а не генерировал вопросы, что сегодня надеть, где это лежит и как быть дальше. Вот. Видео из кладовки должно было стать грандиозным пояснением, как именно будет вестись работа в данном направлении. Но поскольку оно не удалось, делаю попытку рассказать тебе об этом здесь. Прежде всего, хочу продемонстрировать тебе то, как выглядел мой гардероб до оперативного вмешательства. Первым делом я выпотрошила полки и принялась сортировать вещи согласно списку. Все излишки в плачевном состоянии пойдут в утиль, а пригодные для носки вещи на благотворительность. В процессе разбора оказалось, что некоторым полкам не хватает света, и я приладила вот такие светильники для устранения вопроса «а где?». Хлам на верхних полках был разобран и помещен в пластиковые контейнеры, да так удачно, что там поместились даже мои огромные рюкзаки для оборудования. После мне пришлось вступить в тяжкий бой со свадебным платьем, которое висит тут с июля месяца и существенно сокращает доступное пространство для маневра. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать тебе, что платье действительно классное. Сам факт крайне низкого КПД и дискомфорта от его существования в целом полностью окупился в день торжества. Рано или поздно я найду ему применение, продам или отнесу в какой-нибудь прокат. Около трех дней мне потребовалось для того, чтобы расчистить и организовать порядок в кладовой. Таким образом, Костян получил лишнюю полку, а я теперь точно знаю, где что лежит. Маленькие кирпичики дисциплины, из которой строится большая стена, целый дом, твои жизни. Чуть позже на одной из стен я планирую организовать нечто вроде доски упрощенного выбора. А именно, отснять все доступные для меня прически, элементы верхней части одежды, нижняя и обувь, чтобы в дальнейшем расклеенные на стене картинки я могла комбинировать между собой и гораздо проще решать, в чем я сегодня буду существовать. И делаю я это вовсе не для того, чтобы научиться как-то по-особенному одеваться, стать стильным человеком. Нет, я делаю это исключительно для того, чтобы перестать таскать одни и те же штаны по нескольку лет каждый день. Однако, эта идея требует довольно-таки длительных сроков для исполнения, поэтому результат смогу продемонстрировать нескоро. Вот, в общем-то, и все. Так теперь выглядит моя гардеробная. Как ловко и легко смотрится на монтаже трехдневная компания в тряпках и пыли. Насколько достойным можно назвать вознаграждение в качестве порядка образовавшегося на месте бывшего хаоса, я не знаю. С поощрением у меня пока все еще некие проблемки имеются. И это, кстати, не очень хорошо. Велик риск перегореть и забросить подобную идею налаживания собственной жизни. Чего бы мне, конечно, не хотелось. Раньше в качестве поощрения я покупала себе стаканчик горячей жижи и закуривала все это дело сигареткой. Однако, некоторое время назад я взяла еще один довольно длительный квест, который предусматривает отказ от курения. Поэтому чем себя похвалить, я пока ума не приложу. Может быть, ты подскажешь. В любом случае, на сегодня довольна. Надеюсь, я не сдамся слишком быстро. И ты не сдавайся. Увидимся. Если он вообще нужен. У меня еще 20 минут есть. Я думала... Час в этой студии стоит 1600 рублей. Сначала я, конечно же, зажала. Но потом подумала о том, что это все-таки мое хобби. Я бросаю курить. Самая главная фишка, которую я выяснила для себя в ситуации с бросанием курения, это быть постоянно занятым. Вот как только ты садишься и начинаешь думать о жизни, фантазировать о том, а как было бы сейчас хорошо затянуться и почувствовать этот приятный удар по горлу, запах табака, залить это глотком горячего кофе, какого-нибудь капучино, или, может быть, американского. Ну, короче, нельзя позволять этим мыслям попадать в твою голову. Поэтому нужно постоянно что-то делать. Вот я и делаю. Кто-то бухает. Почему, кстати, я все время думаю про алкоголь? Это, наверное, из детства. Нам в детстве говорили, что вы играете, дети, в футбол. Вы молодцы. Причем играете в футбол и не попадаете по мячу. Я была в женской сборной и понимаю, о чем говорю. Вы рисуете стрёмные картины, вы шьете кривые страшные игрушки на уроке труда, но вы чем-то заняты. Мне пришлось заклеивать обувь перед выходом из дома, потому что в циклораме нельзя сидеть в грязной обуви и в черной. Тут остаются черкаши. И я уже предвкушаю сюрприз, который ожидает меня дома, когда я начну пересматривать отснятый материал и буду думать... Кстати, после видео в кладовке я чуть было не отказалась от идей продолжать снимать что-то на YouTube. Но в этот раз я так просто не сдамся. Супер. Как там пози... Как надо позировать? Начинаем с первой позиции. У меня есть мои 10 минут оставшихся. Я использую их на полную. Ой, блин. Хватит. Хватит. Хватит.